Близится школьная пора. Каникулы и веселое времяпрепровождение останутся позади, а у учащихся снова будут контрольные задачи сочинения. Для тех школьников, которые летом и близко не подходили к учебникам, этот период станет нелегким. Привыкание к учебному процессу займет время, но не все дети предпочитают безалаберно относиться к обучению и заранее начинают готовиться к школе. Причем в подготовке участвуют всей семьей. Всем надо готовиться заранее, прям сразу с июня месяца, как начинается каникулы. Книжки надо читать и маленьким, и большим, ну и чтобы не забыть таблицу умножения. Но не только повторение школьной программы важно при подготовке к новому учебному году. Много сил и времени дети и их родители тратят на покупку новых школьных принадлежностей. Где-то за месяц мы готовим новую школьную форму, потому что уже все могу. Потом мучки, пенал, портфель, ну и остальные, ну и тетради. Пока школьники настраиваются на учебный лад, не дремлют и учителя. Чтобы учиться было в удовольствие, летом во многих школах Ленинского района начались ремонтные работы. Обновляются классы, дворовые территории, создаются стадионы. А в Вильновской школе номер два и вовсе построили новый корпус. Здание всегда состояло из двух корпусов, но в последние годы один из них находился в аварийном состоянии. Не было смысла его ремонтировать, поэтому было принято решение его снести и построить современный корпус с тем же функционалом. Функционал нового корпуса остался прежним, но качество заметно улучшилось. Классы стали светлее и просторнее. Появился большой современный спортивный зал, где предусмотрены отдельные туалеты, раздевалки и даже душевые. Мы закупили спортивное оборудование, оно будет смонтировано и, собственно, зал практически будет готов для приема детей. А какое именно оборудование будет? Баскетбольные сетки, футбольные маты и оборудование для гимнастики. Раньше ученикам, чтобы пройти из одного корпуса в другой, приходилось выходить на улицу. Теперь они будут это делать по коридору. Кроме того, на территории учебного заведения появился стадион для начальных классов.